Хох, друзья, привет! Значит, такой внеочередной ролик. Значит, появился наконец-то наш эксклюзивный персонаж. Кто не в курсе, это Харли Квинн Сердцеедка, кто еще не знает. И появились у нас тематические сундуки. Но знаете в чем засада? Они стоят 300 самоцветов, не 250, потому что обычно вот такие премиум сундуки героя выходили. Даже с эксклюзивными персонажами. Теперь у нас сундук Сердцеедка, 300 самоцветов. И что самое главное, у нас абсолютно призрачный шанс получить эту самую Сердцеедку. Но я копил гемы, и я хочу пооткрывать. Все-таки как ни крутит персонаж эксклюзивный, и я хотел бы увидеть ее в своей коллекции. Ну что, держим кулачки, пальчики, ставим пальчики вверх тоже. И надеемся, что мне выпадет данный персонаж. Вау, как красиво, слушайте, сердечки. Может быть, это и есть Харли? Очень сильно сомневаюсь, что в первом сундуке она мне выпадет. 20 фрагментов плюща. Минимально, кстати, что может выпасть, это 20 фрагментов. Сундучок номер 2. На 10 сундуков у нас есть, и я надеюсь, что в одном из них она будет. 40 фрагментов канарейки. Идем на повышение. Сундук номер 3. Ну, я... Хотелось бы, хотелось бы. Сундук номер 3. И это Харли, психопатка. И тоже, опять же, минимальная награда. Сундук номер 4. Ох, как же разводят нас на эти гемы. Мы их собираем. Собирать 20 фрагментов Чудо-женщины. Опять минималка. Ты собираешь, собираешь эти гемы, и потом их тратишь, и ничего не получаешь взамен от этого. Сундук номер 5. Опять 20 фрагментов Плюща. Очень приятно. Ровно на середине осталось еще 5 сундуков. Шестой сундук и... 20 фрагментов Темной Супер Георги. То есть, посмотрите, постоянно нам выпадает минималка. Нам один раз только выпало 40 фрагментов, и все. И больше нам не выпадает ни черта. Слушайте, это, по-моему, невозможно. Ну, нельзя же так разводить народ. Ну, серьезно. Ну, должен же быть хоть какой-то процент выпадения персонажа, которого... Ну, лично я ждал. Я думаю, многие ждали этого персонажа. Секретный персонаж, эксклюзив. Так раскрутили, так, блин, завлекли. А она ни черта абсолютно не выпадает. А ее просто нет здесь. Короче, друзья, я буду открывать, пока у меня есть гемы. У меня еще чуть-чуть совсем осталось. Но... Ну, это просто нереально. Ну, все. Два сундука осталось. И практически, 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 практически 4000 гемов, как и не было. Слушайте, все, лажа, ее нет. Ее нет, и все. И я полностью гол, как сокол, копил специально для этого сундука. Нормально, да? Прекрасно. А тем временем, нам за все эти... Сколько там получилось? Ну, больше, чем 10, да? Я, получается, открыл 12, что ли? Да, 12 сундуков я открыл. За все эти 12 сундуков нам выпало, кроме одного сундука, минимальное количество фрагментов героев, которое может выпадать. То есть, ну вот, в очередной раз я убеждаюсь в том, что тратить гемы на паки – это дичайшее зло. Вообще никогда в жизни не делайте этого. Хотя, если бы мне выпала Харли, я, может быть, по-другому сказал бы. Ну, наверное, и не сказал бы. В общем, решать, конечно же, вам, но я думаю, что с большей пользой можно потратить гемы на то, чтобы обновлять попытки на арене. Это было бы полезнее и продуктивнее. А там решайте уже сами. В общем, вот такой ролик получился. Никакой Харли я не добился, никакого эксклюзива у меня нет. Поэтому, друзья мои, пока-пока. Я сегодня расстроенный. И, чтобы вы такими не были, я желаю вам не открывать эти сундуки. А если она кому-то попадется, обязательно подписывайтесь в комментариях. И я очень порадуюсь хотя бы за вас. Вы были на канале Mobile Gameplay. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии под роликом. Как же вы считаете, нужно ли открывать вот такие сундуки? И действительно ли это пустая трата ваших внутриигровых ресурсов? А для некоторых и не только. Либо же это нужная трата ресурсов? В общем, вроде бы все рассказал и показал. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok